Марина Эльденберт «Уничтожу!» — прошепел Эрик. Он стоял в центре зала, на возвышении, сцепив руки за спиной. «Уничтожу все, что тебе дорого!» Анри мазнул по нему равнодушным взглядом и отвернулся. Все, что было ему дорого, он уже уничтожил собственными руками. «Не усугубляй!» — негромко сказала Вероник. Она застыла за спиной Эрика, конвоир при сводном брате, с темными, как ночь, волосами, собранными на затылке, с ядовитой зеленью глаз, в черничном, наглухо застегнутом платье без кринолина. На мгновение перед глазами Анри возникло совсем другое лицо, в обрамлении длинных волос, которые так приятно пропускать между пальцами. Яростный взгляд, упрямо сжатые губы, тонкая линия подбородка. Впрочем, только на мгновение. «Кто они такие, чтобы меня судить?» Ответа его, разумеется, не удостоили. Мальчишка выглядел неважно, бледный, с перекошенным от злобы лицом. Каштановые волосы растрепаны, глаза лихорадочно сверкают. В последние месяцы жизнь не баловала, домашний арест в родовом замке, никакой магии, ожидание приговора. Он не представлял, что Симон вынесет это дело на рассмотрение совета, и уж тем более не думал, что дойдет до такого. Впрочем, жалости Эльгер-младший не заслуживал, даже несмотря на то, что стал подсудимым собственного отца. «Ты меня слышишь, солнечный мальчик? Слышишь?» Внимания он тоже не заслуживал, в отличие от людей, которые собрались решить его судьбу. Они переговаривались негромко, но их внимание было посвящено не только провинившемуся мальчишке. Гораздо больше их интересовал другой. Тот, чья сила способна низвергнуть любого из них, сильнейших магов современности. «Хэнда Мэ – золотая мгла, сила поглощения. Совершенная, беспощадная и неумолимая антимагия. И никто из них не способен ничего ей противопоставить. Анри Ферро, граф де Лорне. С куда большей радостью они бы избавились от него. Но он был нужен Симону, а потому неприкосновенен». Огни магических светильников, паривших под высокими потолками зала, создавали иллюзию дневного света. Ни за что не скажешь, что находишься в подземелье. Кроваво-красное ковровое покрытие на полу, каменные стены, длинный стол, за которым расположились собравшиеся. За их спинами растянулся гобелен с карты мира, заключенный в полукруг с расходящимися от него лучами. Пустовало только кресло посередине, место Симона. И крайне справа – лорд-канцлер Энгерии, поплатившегося за свою самонадеянность жизнью. Зал правосудия. Так называли его те, кто жил по своим законам. «Приветствую всех!» Громкий, властный голос, как хруст расколовшейся льдины. Темные волосы, немногим длиннее плеч, идеально прямые. Выправка, которой может позавидовать любой офицер. Стоило герцогу ступить на порог, в зале воцарилась тишина. Он прошел и остановился рядом с Анри, положил руку ему на плечо. «Прежде чем мы начнем, хочу лично представить вам человека, превосходно зарекомендовавшего себя в Ингерии». Все взгляды устремились на них, а Симон тем временем продолжал. «После постигшей Итана Адингтона неудачи, мы лишились глаз и ушей при дворе Ее Величества Брианны. В Легенбурге граф провел отличную работу. Все мы уже имели возможность ознакомиться с ее результатами и оценить представленные на рассмотрение кандидатуры. В самое ближайшее время соберемся по этому поводу. Пока же приветствуйте одного из нас. Наши ряды пополнились достойным человеком. Добро пожаловать, граф, да пребудет с нами рассвет». Он вскинул руку, эхо голосов прокатилось по залу и затихло. «Когда Анри и Симон заняли места за столом». «У вас было время оценить последствия действий Маркиза». Зашуршали папки, и Эрик ухмыльнулся, скрывая страх и бессильную ярость. Он сунул сжатые кулаки под мышки, вены на шее вздулись. «В первую очередь это раскрытие истинной силы перед женщиной, не имеющей к нам никакого отношения». «Никакого!» — крикнул Эрик. «Ты хотел видеть девчонку среди нас. То, что она увидела и узнала, она бы узнала от тебя. Это было делом времени». Мальчишка сёкся и дёрнулся. От взгляда, которым герцог наградил сына, в зале ощутимо похолодало. Анри поймал интерес сидящей рядом Евгении, слишком цепкий и изучающий для выразительных небесно-голубых глаз. Хрупкое создание. Кузина его величества. Женщина, способная смести с лица земли целый город. Она что-то написала на листочке, незаметно для остальных подвинула записку к нему. «Своеволие, в результате которого могла погибнуть женщина с уникальной силой и бесценной кровью. Действующий некромак высшего уровня. Нарушение прямого приказа. Нападение на графа де Лорне и его подчинённых. Действующих в наших интересах». Анри опустил взгляд. Изящный каллиграфический почерк. Буквы «Одна к одной». «Опасное чувство к опасной женщине?» «Эрик говорит, ты от неё без ума». Он накрыл записку ладонью. «Сожалеешь, что не способен развеять прахом, как это сделала бы она?» Едва уловимо улыбнулся, покачал головой и подвинул бумажку обратно. Евгения хмыкнула, но Анри уже отвернулся, чтобы окунуться в чужую ненависть. Эльгер-младший смотрел на него так, словно пытался вытащить душу, намотать на руку и сунуть в костёр. Но только вытаскивать там нечего. Никогда не было, а теперь и подавно. «Решаем большинство голосов. Моё решение — виновен. Альмир!» Лицо, закованное в рамки белоснежной челмы, оставалось бесстрастным. Намийский шейх поднял руку и, подчиняясь потокам его силы, в песочных часах закрутились небольшие вихри. «Не виновен!» «Рэм!» Загорица гладил густую бороду, захлопнул папку и спокойно взглянул на Эрика. «Виновен!» Ещё один из присутствующих высказался «за» и «трое против». «Анри!» «Виновен!» Почему-то это слово далось тяжелее, чем он себе представлял. Но думать ещё и о том, почему не было ни сил, ни желания. «Графиня! Ваш голос решающий!» Евгения улыбнулась, намотала на палец длинный белокурый локон, наклонила изящную головку. Она терпеть не могла взорвавшегося мальчишку, и он это знал. А ещё он знал, что сейчас целиком и полностью в её власти. Поэтому она позволила себя помедлить. Поэтому и ещё потому, что графине не нравился Анри. Из Ингерии он вернулся не к ней, а в Велею, чужим. Всё из-за той девчонки. Евгения сжала руку так, что ногти впились в ладонь, и произнесла, смакуя каждую букву. «Виновен!» «Сука!» — выдохнул Эрик и рывком бросился с постамента. Вероник, едва уловимым глазу движением, выбросила вперёд руку, и он словно налетел на невидимую стену. Лезвие Шанхая, инфаньского удлинённого кинжала, застыло в сантиметре от горла сводного брата. Эрик сглотнул и отступил на несколько шагов, вскинул руки. Бежать некуда. В замке его держала клетка Каори, вырваться из которой не под силу даже самому могущественному магу. А значит, сейчас его отведут в лаборатории под доброй волей или силой. Обездвижат и введут кровь ненавистного Анри де Лорне. Кровь Хэнда Мэ. Токсин, выжигающий магию подчистую. Он превратится в пустышку и никчёмное отребье. Отец никогда его не ценил, а после такого вообще перестанет замечать. «Большинством голосов виновен», — коротко заключил Симон. «Приговор надлежит привести в исполнение немедленно». «Вы пожалеете», — хрипло процедил он, складывая вспотевшие ладони вместе, чтобы унять дрожь. Анри на него не смотрел, но Эрик глядел за двоих, пристально, чтобы впитать каждую искру ненавистного золота. В глазах, на волосах загорелой кожи. Впитать, запомнить и раздуть из них такое пламя, которое поглотит их всех. Всех, осмелившихся решать его участь, как судьбу безродного плебея. Но в первую очередь отца, который это допустил, и того, кто станет орудием. «Из меня вытравят магию, но не мозги!» Голос почти не дрожал, и губы растянулись в улыбке. «Слышишь, солнечный мальчик, а я слышал, что браслет всё ещё при тебе!» «Достаточно!» Симон поднялся и кивнул. «Вероник, проводи маркиза!» «Господа, прошу!» Зашумели отодвигаемые стулья. Правила требовали, чтобы во время проведения приговора в исполнении присутствовали все. Эрик дёрнул плечом, когда Вероник направила его к двери, наградил сестру презрительной гримасой. Анри задержался, пропуская всех. Лишь оставшись в одиночестве, закатал рукав, глядя на текучий узор обручального браслета. Золото струилось внутри магических контуров, подобных крови по венам. Почему она до сих пор не поставила подпись? Глава первая «Кошмар! Кошмар!» Чтобы не припудить полвагона, голос пришлось понизить до шёпота. Ума не приложу, когда открылась дверь, и как пушистое чудовище умудрилось сбежать. Из коридора поезд дотянуло прохладой, я поёжилась и плотнее запахнула халат. Камеристка сладко спала, положив голову на обитую алом бархатом подушечку, которую нам выдал проводник. В отличие от моего, сон Мэри был крепок и нерушим. Она вообще на удивление спокойно восприняла новость, что мы наконец-то переезжаем в аллею. «Спокойно, если не сказать радостно. Должен же был хоть кто-то этому порадоваться». «Кис-кис!» — позвала я. «Лучше иди сюда, по-хорошему!» То ли угроза прозвучала неубедительно, то ли наоборот, слишком, но возвращаться ко мне не торопились. Я снова высунулась в коридор и, убедившись, что путь чист, наугад двинулась в сторону объекта, то есть сбежавшего кота. Перспектива шляться по вагону в полночной темноте не радовала, но еще меньше радовала перспектива остаться без кота, к которому я, честно говоря, прикипела всей душой. Особенно в отсутствии Луни, которого пришлось оставить в Ангерии. Таскаться по миру с ручным зомби как-то неэтично. Кошмар! Куда он мог деться? Я дошла до конца вагона, когда мое внимание привлекла приоткрытая дверь последнего купе, за которой царила кромешная тьма. Приглушенные огоньки газовых светильников с ней справиться не могли. Пустое? Или не только мы с Мэри забываем запираться на ночь? Я прислушалась, но изнутри не доносилась ни звука. Тень от ручки дернулась, когда я медленно потянула дверь в сторону. Кошмар! Все так ужасно! От неожиданности я запнулась о складку у ковровой дорожки и полетела прямо под ноги шагнувшему из темноты мужчине. Очень не кстати, потому что руки у него были заняты без малого тринадцатью фунтами серого сокровища. Поразительно, с какой скоростью отъедается хрупкий кошачий организм на свежем воздухе и морепродуктах. «Зачем вы выкрали моего кота?» — грозно спросила я, глядя снизу вверх. Сложно оценить внешность мужчины, стоя перед ним на четвереньках. И все-таки я бы назвала его привлекательным. Широкоплечий, смуглый, с правильными чертами лица. На турщике портретистов эпохи рассвета рыдали бы от зависти, топали мускулистыми ногами и рвали на себе туники. Он приподнял брови. «Его зовут Кошмар?» Это была импровизация. Мужчина ослепительно улыбнулся, отпустил кота и подал мне руку. Ладонь у него оказалась теплой, сухой, но, несмотря на силу, удивительно мягкой. Ивар Раджик. И голос под стать внешности. Низкий, звучный, надежность и уверенность, не имеющие ничего общего с опасностью. Теперь, оказавшись с ним лицом к лицу, я могла рассмотреть его получше. Густые темные брови, серо-голубые глаза, как у арнийских богов, волевой подбородок, нос с небольшой горбинкой. Прежде чем я успела опомниться, меня подтянули к груди. Дверь за спиной защелкнулась. «Я буду кричать», — доверительно сообщила я. «Звать маму, папу или лорда Фрая?» «А-а-а, это вы!» Про ничего общего с опасностью это я погорячилась. «Не могли бы вы сказать то же самое, только не так разочарованно». Я уперлась ладонями на халу в грудь и отстранилась. Когда месяц назад в Королевской службе безопасности мне вручили билеты, я пребывала в полной уверенности, что сразу же отправлюсь в Элею. В общем-то, не ошиблась. Только вот билеты оказались не до Ольвиджа и даже не до Лавуа, где обосновался муж, а на побережье, где нужно было снять дом и наслаждаться жизнью. Как ни странно, мне это даже удалось. Утром я отдыхала на пляже, днем читала, экспериментировала с зельями и тьмой, вечерами гуляла по небольшой, но красивой набережной и ужинала в ресторане на террасе с видом на океан. Одна. Как ни странно, в Элее это действительно было в порядке вещей. Я обзавелась легким загаром, подобием уверенности в себе. Вечера не проходило, чтобы джентльмены не оказывали мне знаков внимания. Новым гардеробом от мадам Гринье, а еще временным иммунитетом к прошлому. То ли во всем был виноват соленый воздух и высокая влажность, то ли мое нежелание сойти с ума раньше преклонного возраста. Я почти не думала об Анри, а заодно и о той жизни, что мне предстояло в самом скором времени. Чувство было такое, словно старая я осталась в Венгерии, а новая изучала мир с любопытством ребенка. Наверное, у меня просто не было другого выхода. После отдыха и внушительных счетов на имя мужа предстояло сесть на поезд и отправиться в Ольвиш. По дороге на меня должен был выйти человек, который сопроводит дальнейшими инструкциями и станет вас направлять. Мои скромные детективные способности подсказывали, что передо мной именно он, поэтому я устроилась на мягком диванчике, обитом узорчатой парчой и снабженном белоснежными подголовниками. Ивар зажег лампу, позволяя свету затопить купе. Разумеется, оно уступало роскоши стрелы загорья, но в целом смотрелось богато. Обивка стены с темного дерева, новые ковры и опускающиеся кремовые шторки на окнах. Какое-то время мужчина смотрел на меня, после чего задал совсем нелогичный вопрос. «Где лорд Фрай вас откопал?» «На кладбище дружбы». Сестра герцога, которая долгое время носа не казала из родового замка, жизни не знает, лжет только по вторникам, и то, когда иначе не получается, награждена непомерной гордостью и фамильной принципиальностью древнего рода Бего. В самом деле, кому может прийти в голову, что из меня выйдет шпионка? Кроме лорда Альберта Фрая, разумеется, лучшего друга моего брата, как я когда-то наивно считала. Ивар достал с полки для багажа портфель и устроился рядом со мной. Кошмар подозрительно взирал на нас с полооранжевыми глазами, потом принялся вылизывать лапу. «Остановитесь на Рю-де-Руан, в гостинице Ле-Лантие де Ольвиш. Это самый дорогой отель в столице». В столице Вилей большинство именитых отелей с приставкой «Ольвиш». Видимо, с оригинальностью вы леется втуго. «Снимите самый дорогой номер и будете ждать». «Чего?» «Граф, разумеется. Можете по-прежнему не стеснять себя выборе драгоценностей и нарядов». «Это лишнее». Когда мой багаж грузили в вагон, на меня косились даже пассажиры первого класса. Судя по количеству сундуков, я разобрала дом, в котором жила и увозила его с собой на память, заодно прихватив половину набережной, террасу ресторана и закатное солнце. Раньше даже подумать не могла, что у меня будет такой гардероб. Впрочем, раньше я не могла представить, что усядусь в одном халате рядом с малознакомым мужчиной и не испытаю ни малейшей неловкости. Ваш отдых у океана уже должен был его заинтриговать. «Ну вот, а все так хорошо начиналось». «Вы должны были что-то мне передать». В голос вернулся привычный холод, от которого я уже успела отвыкнуть. «Сомневаюсь, что мужа способно что-то заинтриговать. Кроме его цели, разумеется. Симон Эльгер, герцог де ла Мер, меценат, сильнейший маг современности, самый влиятельный аристократ континента, теневой кукловод, возглавляет опасную организацию, пустившую корни по всему миру. Человек, из-за которого я здесь». «Именно». Ивар, похоже, ни капельки не смутился. Достал из портфеля запечатанный пузырек. «Первое. Универсальное противоядие. Нейтрализует двенадцать самых распространенных и сильнодействующих ядов, в том числе смеси с настойки на элла и зелья катру». «Замечательно. Вряд ли оно мне понадобится. Берите». Пузырек перекочевал в мою ладонь. Внутри клубилась темно-бирюзовая жидкость, напоминающая магические чернила, которыми наносят узоры боевых и защитных татуировок армалов. «Но если говорят, что это универсальное противоядие...» Я хмыкнула и убрала его в карман халата. «Далее. Еще один пузырек, на сей раз с уже знакомыми мне оранжевыми капсулами. Сводит на нет алкоголь, дурманящие зелья, курительные травы». «Знаю», — сказала я, — «нейтрализатор универсальный». Несостоявшийся натурщик кивнул. «Совершенно верно. А это устройство для мгновенной передачи информации». В его руке возникла пирамидка с застывшим внутри домиком, напоминающая что-то среднее между сувениром из горного хрусталя и лоцианского стекла. Ивар провел пальцами вдоль грани, и ее окутала оранжевая дымка, донышко мягко опустилось вниз, зависло в воздухе. Оттуда выплала тоненькая металлическая пластина. Шифрует голосовую информацию в магические символы и передает в настроенный приемник на любые расстояния. Сделано под вас. Никто другой им воспользоваться не может. Это для прослушивания. Он вручил мне серьги-капельки. Хм, и как оно работает? Очень просто. Подносите пластину к губам и говорите то, что хотите передать. Для связи, когда я буду недоступен. Пробуйте. Я подхватила пластинку, приятно холодящие пальцы поднесла к рту, чувствуя себя при этом на редкость глупо. Ну да ладно, все равно моего позора не увидит никто, кроме Ивара. А перед ним я сегодня уже ползала на коленях. — Лорд Фрай бессердечная скотина, — заявила я. Не то чтобы громко, но и не слишком тихо. — Сейчас ночь, — напомнил Ивар. Он старался быть серьезным, но уголок его губ неумолимо пополз вверх. Обхватив себя руками, мой новый знакомый постукивал пальцами по предплечьям, а я невинно улыбнулась. Вставила пластинку внутрь пирамиды, донышко которой с мягким мерцанием захлопнулась. Не прошло и минуты, как верхушка ее засияла. Ответ пришел. Я провела подушечками по граням, пластинка выскочила мне на ладонь, надела серьги и услышала привычно отстраненный голос Альберта. — Я тоже безмерно ценю вас, леди Тереза. Разобрались? Отлично. Ивар извлек из портфеля белоснежный веер. — Использовать только в крайнем случае. Прежде чем кошмар успел опомниться, его уже подхватили и прицепили к обязательному для перевозки ошейнику медальон-подвеску. Вряд ли вырывающегося и возмущенного таким обращением кота можно считать крайним случаем, но поскольку это делала не я, оставалось только наблюдать. Смотрите и запоминайте. Ивар раскрыл веер и медленно, чтобы можно было отследить, начертил на поверхности воздушный узор активации. В первое время ничего не происходило, а потом на кружеве узора загорелась схема поезда и маленькая красная точка, которая дергалась в разные стороны. Кошмар бросался на дверь, требуя выпустить его на волю. Рядом мерцало синее. Следящая магия. Красное — объект. Синее — вы. Веер вложили мне в руку. Радиус действия невелик. Максимум в пределах замка, района или большого парка. Он распахнул дверь, и кошмар пулей вылетел в коридор. Объект удалялся, и я стремительно поднялась. Вряд ли у меня сегодня получится выспаться, но если есть возможность провести время со знакомым лорда Фрая или подальше от него, я предпочту второе. Несколько лишних часов в простом и привычном мире, где правда и ложь разбросаны по разным полюсам, а они сплетаются в неразличимую и сушенную временем паутину, где я понятия не имела, чем может оказаться веер или сувенир на каминной полке. Увидимся в Ольве же! Донеслось мне в спину, но я не обернулась. Вряд ли у него найдется то, что мне действительно нужно. Противоядие к чувству, которое по-прежнему жгло меня изнутри. Глава вторая На улицах уже зажглись фонари, переливающийся огоньками окон и подсвеченных башенок Леолантье возвышался над соседними зданиями. Графиня, портье, почтительно склонил голову и распахнул передо мной двери. Я кивнула и прошла в холл. Величественный, оформленный в золоте и пастели, залитый светом. Многоярусная подвесная люстра, каждое звено, которое выполнено из хрусталя. Центральная лестница не уступала той, что была в холле Мортенхайма. Неподалеку от массивной мраморной стойки застыли носильщики, пестрели наряды дам и фраки кавалеров. Представительный господин что-то объяснял спутнице в мехах и шелках, но так опризнадула губы и воротила нос. Стараясь не улыбаться, я быстро прошла мимо. Для меня это все еще было непривычно. В Ингерии женщины тише воды ниже травы. Но в Ингерии все по-другому. В Легенбурге в это время погода стремительно портится. В Ольве же за несколько дней даже не хмурилась ни разу. Небо оставалось безоблачным и пронзительно синим. Уже не таким высоким, как летом, но от этого не менее ярким. Листья желтели, но понемногу, неспешно. Бодрящая прохлада, заставляющая по утрам сильнее кутаться в одеяло, к полудню превращалась почти что в мягкое тепло, оглаживающее узкие улочки и широкие ладони площадей. Многочисленные фонтаны, мосты и арки. А сколько здесь было красок! Никогда раньше я не видела такого буйства цвета и столько самых разнообразных нарядов. В Ингерии так одеваются только на балы и праздники. Но в Илейской столице праздник был каждый день. Простые горожанки или знатные дамы, никакой разницы. Откровенные фасоны, яркие рассветки и никаких опущенных глаз. Я наблюдала за жизнью из окна номера или сидя на прогретой солнцем набережной Лане. Чистый, светлый. Больше пока никуда добраться не получилось. Да и не хотелось, если честно. С каждым днем, проведенным в Ольве же, мне все больше становилось не по себе. Иногда накатывало нелепые чувства. Все, что сейчас происходит, не со мной. Я живу взаймы, и когда жизнь попросит вернуть долг, отдавать его будет просто нечем. А потом я вспоминала, зачем я здесь. И не знала, чего страшусь больше. Дня, когда Анри приедет или того, что он не приедет никогда. Графиня, добрый вечер. Добрый вечер, мсье Жоан. Консьерж улыбался, даже когда улыбаться было некому. Седовласый, в строгом форменном костюме, неизменно учтивый, как с гостями, так и со своими подчиненными. С массивной стойкой из светлого дерева он выглядел невысоким, но от этого не менее представительным. Странно, сколько всего я начала замечать. Потихоньку, когда никто не видит, потирающего ушибленный локоть джентльмена, горничную, поправляющую стопку свежих газет на журнальном столике и цветы в напольных вазах. Худого носильщика, незаметно сутулищегося, потому что вчера пришлось таскать тяжести. Будьте так любезны, пусть ужин доставят в номер. Хорошо, мадам Ферро. Можно было спуститься в ресторан, но сегодня мне отчаянно хотелось одиночества, а еще до носящегося с улицы цокота копыт, шума колес, возбужденных веселых голосов. В Ольве же жизнь кипела до глубокой ночи, и отражение фонарей в темно-синей ленте Лане, и ее отлично видно с балкона моего номера. Да, придется накинуть на плечи шаль, ближе к вечеру немного похолодало. Но это небольшая цена за возможность остаться на едине с собой. Скоро у меня ее не будет. Номер располагался на верхнем этаже. Великолепные апартаменты, в которых, даже с детства привыкшей к роскоши мне, нашлось чему удивиться. Например, огромной ванной, больше напоминающей небольшой бассейн. Дожидаясь ужина, можно будет устроиться там. Подложить под голову валик, добавить ароматических масел и забыть обо всем. Я поднималась по лестнице и представляла, как избавляюсь от платья, корсета и дедских нижних юбок. Шла по коридору, мысленно зажигая свечи и курительницу. Стучала, погружаясь в теплую воду под невесомым покрывалом пены. Когда дверь номера распахнулась, вид у меня был задумчивый и мечтательный. Наверное. Первые пять секунд. Потому что открыть должна была Мэри, а не Анри. Сердце пропустило удар. Захотелось развернуться и сбежать, но вместо этого я вздернула подбородок и шагнула в номер, словно в клетку со львом. Мой муж и был львом, мощным, золотоволосым, с хищным прищуром медовых глаз, зверь в обличии человека. Что ты здесь делаешь, Тереза? Что вы здесь делаете, в моем номере? Я прошла мимо, стянула перчатки и бросила на атаманку, поправила прическу и замерла перед зеркалом в огромной позолоченной раме, стараясь не смотреть на Анри. Сердце билось как-то подозрительно тихо, даже не собиралось выскакивать из груди, да и лицо оставалось на удивление спокойным, разве что в темных глазах застыло легкое недовольство. Столько, сколько нужно, ни капелькой больше. Зашел навестить супругу, которая обещала сдать меня ангирийским властям, если не дам ей развод, но до сих пор не поставила подпись. Он в несколько шагов оказался за моей спиной, и наши взгляды встретились в отражении. От воспоминаний, как его руки скользили по тонкой сорочке, откровенно и бесстыдно, лаская, требуя, подчиняя, бросила в жар. «Что ты забыла в Ольве же?» Стужа в низком глухом голосе пришлась как нельзя кстати. «Вас!» Я обернулась, положила руки Анри на грудь и поддалась вперед. «Испортить репутацию семьи разводом я успею всегда, а испортить вам жизнь хочется уже сейчас, невыносимо. Я почти касалась губами его губ, разум холодно подметил эту деталь, как нечто само собой разумеющееся. Сердце меня покинуло, ну или мне так казалось. Я его не слышала, не чувствовала, и оно отвечало мне взаимностью. «Еще больше!» Анри обнял меня за талию и рывком притянул к себе, словно сдавил в тисках не вырваться, не дышать толком. Я запрокинула голову, чтобы видеть его глаза, поймала предназначавшуюся мне ярость, почувствовала крепче сжавшиеся на шелке пальцы. «Твое желание развестись почти вывело меня из игры. К счастью, Эльгер оказал мне услугу, все удалось свалить на него. Мы так и стояли напротив зеркала. Чужая я и настоящий он, истинный Анри Ферро, человек, который идет на пролом к цели и сметет любого, кому не повезло оказаться на его пути. Бархатная охра обоев за спиной мужа и картина в тяжелой позолоченной раме над моим плечом. Сумасшедшая запредельная близость и запах лаванды. Во рту пересохло, как если бы я пару дней брела по Намийской пустыне без возможности напиться? Через неделю стрела за горье отправляется в Ангерию. Возвращайся домой. Не предложил, приказал. По напряженным плечам, по сцепленным челюстям ясно. Если не соглашусь, запихнет в сундук и отправит посылкой брату. Видно, я уже не вписываюсь в его планы. Да еще и слишком много знаю. Вот только в Илее есть одно бесспорное преимущество. Женщина здесь не бесправная, безголосая нечто. Поэтому я облеснула пересохшие губы, легко уперлась ладонями ему в грудь. Даже не подумаю. Анрей хищно сощурился, сдавил мою талию похуже туго затянутого корсета. Да, это не самая сильная твоя сторона. Не дожидаясь ответа, вздернул меня выше, так что пришлось подняться на носки, шею обожгло его дыханием. В злом шепоте не осталось ни спокойствия, ни холода. Убирайся из Ольвежа, Тереза. Поверь, со мной лучше не ссориться. Со мной тоже, заметил я, и от души наступила на носок его идеально лакированного ботинка, каблуком, с размаха. Магия смерти, магия смерти, ноги нам тоже не просто так выданы. Знатно его перекосило, ни от боли, ни от ярости, ни от всего разом. Он зарычал, будто и вправду был львом, перехватил меня и потащил в комнаты. В гостиной я вцепилась в шикарное, обитое бархатом кресло, но Анри дернул меня в сторону и пальцы обожгло резной спинкой. Рванувшись, попыталась расцарапать ему лицо, но он перехватил запястье. Пинком открыл дверь в спальню и швырнул на кровать с такой силой, что дыхание сорвалось. Пригвоздил к покрывалу потемневшим взглядом. Руки сжаты в кулаки, губы в тонкую линию. Не хочешь ехать поездом на следующей неделе? Отправишься сегодня же в дилижансе. По дороге растрясешь свое упрямство. Мэри! Из смежной комнаты высунулась перепуганная камеристка, ойкнула и закрыла рот ладонями, но Анри это не смутило. Помоги графине собрать вещи! Кто сказал, что некромаги не могут кричать? Могут некромаги кричать, похлеще чаек, сражающихся за кусок хлебушка, или младенца, у которого десятый день колики. Я завопила так, что Мэри шарахнулась и чудом не снесла с комода старинный подсвечник, а заодно декоративные блюда на подставке. Просторы апартаментов с радостью подхватили вопли, понесли по комнатам, швыряя стены. Я набрала в грудь побольше воздуха, но Анри оказался проворнее и запечатал мне рот. «Хочешь, чтобы сюда сбежался весь отель?» «Не знаю так!» — сказала я в ладонь и от души запустила в нее зубы. Он отдернул руку, в радужке сверкнул золотой ободок, и желудок ухнул куда-то вниз. Я чуть не подавилась вдохом, невольно вжалась в покрывало, но все-таки закончила. «И чтобы все увидели, как вы обращаетесь с молодой женой!» «Мэри Кыш!» Под тяжелым злым взглядом камеристка бросилась в гардеробную то ли прятаться, то ли исполнять приказ. Анри же на миг опустил веки, сильные пальцы дрогнули на моих плечах, но когда муж открыл глаза, они были нормального орехового цвета. «Что мне сделать, чтобы ты убралась из вылей?» «Положить меня в сундук и повесить табличку. Опасно злой некромак!» Я с силой оттолкнула его, поднялась с кровати и оказалась с ним лицом к лицу. Точнее, лицом к груди, но это к делу не относится. «Я останусь в Ольве же, граф. Попытаетесь мне мешать, получите скандал, от которого уже не отмоетесь. Герцог Деломер будет счастлив узнать, как Ильянова выгоняете меня домой. Кем будете прикрываться тогда?» «Мешать чему, Тереза!» Анри прищурился, рассматривая меня так, словно видел впервые. «Демоны, почему изо всех слов он прицепился именно к этому?» Я прикусила язык и отошла к окну. За огромной стеклянной аркой, обрамленной двойными портьерами, передними карминовыми и дальними цвета шоколада с молоком, раскинулся Ольвиш, затянутый в фиолетовую дымку поздних сумерек. Я смотрела на текущий по улице людской поток, а думала почему-то о платье, которое лежало в неразобранном сундуке. Может, потому что по цвету оно было близко к портьерам, а может, потому что могло понравиться Анри? Тому Анри, которого не существует. По ощущениям в голове остановился бродячий цирк, звон, хихиканье и опилки. Действительно, что кроме опилок может быть в моей голове, если я сболтнула такое? Жаль, через ту пирамидку нельзя передавать происходящее в реальном времени. Хотела бы я сейчас посмотреть на лицо лорда Фрая. «Мешать мне жить, как того хочу я!» Анри отражался в окне, а за его спиной и вся спальня. Массивные абажуры на прикроватных тумбочках, комод с декоративными бронзовыми статуэтками и тарелками, панно со соображением дворца Альдеан, летней резиденции Валейского короля. Подвязанный балдахин над кроватью, подушки и с некоторых пор слишком большое для меня одно ложе. Я сложила руки на груди и повернулась. «Не мешайте мне, граф, а я не стану мешать вам!» Анри повторил мой жест, взглядом впился в лицо. «У тебя неделя, чтобы поставить подпись и уехать, Тереза!» «Задержишься, будешь наслаждаться жизнью в лавуа!» «Живописная глушь, все, как ты любишь!» «Получилось, поверил!» «Вы не посмеете!» — тихо сказала я. Напряжение отпускало, хотелось то ли плакать, то ли смеяться. «Неужели?» — он указал на браслет, полыхающий под тонкой кружевной перчаткой. «Ты все еще моя жена! Если это не изменится в ближайшее время, пеняй на себя! Власть твоего брата не безгранична!» Анри развернулся и вышел. Негромко хлопнула дверь, стена перед глазами поползла вверх, и я даже не сразу поняла, что сижу. Аккуратно, на краешке постели, чинно сложив руки на платье и глядя в одну точку. Правда, точка перемещалась туда-сюда, а следом за ней вся комната. Тогда я просто уткнулась в лицо руками и позволила себе дрожать всем телом. Дозвучно стучащих зубов. Подбежавшая Мэри что-то спрашивала про отъезд. Не обидел ли он меня? «Нет, мы не уезжаем, да, все в порядке, да, мне нужно помочь раздеться. Нет, об ужине я уже справилась». Дело осталось за малым. Справиться с тем, что творится внутри. Со временем станет проще, обязательно. Не может не стать.